Ученики школы, построенные еще в 70-х годах прошлого века, сегодня не только могут заниматься в современных отремонтированных классах, но и пользоваться возможностями точки роста. Оборудование для робототехники, механики и программирования подходит для инновационного изучения наук. Ремонт средней школы номер два затронул все возможные стороны – кровля, фасад, благоустройство и инженерные сети, и даже водопровод в кабинетах химии, что позволит проводить эксперименты и изучать школьную программу на практике. Я вполне удовлетворен тем, что увидел. Это освоение не только на ремонт зданий, это закупка нового оборудования, создание новых условий для работы и работников образования, и здравоохранения. Значит, если быть в Заветинском районе, то есть потребность финансирования ремонта одной из школ, и мы это рассмотрим уже в феврале следующего года. Подарком для школы номер один стал модульный спортивный зал, в котором уже проходят соревнования по футболу. Василий Голубев подарил ученикам профессиональные мячи и не смог отказать юным спортсменам в серии пенальти. Счет 3-1 в пользу будущих профессиональных футболистов и рабочая группа отправляется на территорию запущенной этим летом ветроэлектростанции, которая стала самой большой во всем Донском регионе. Всего годовая планируемая выработка составляет 320 миллионов часов. То есть, учитывая то, что летние месяцы, они, как правило, в нашем регионе маловетренные, была незащитная ветровая нагрузка, то мы как бы даже перевыполняем запланированный объем выработки в сегодняшний день. Губернатор уверен, что на этом добыча альтернативной энергии в регионе не остановится. И у компании уже в планах построить еще 4 подобных станции, а область продолжит движение в сторону экологичной энергии. Последним пунктом поездки стала центральная больница Зимовниковского района, ремонт которой давно назрел. Этот ремонт, он уже был необходим, потому что за годы работы, вот здесь, 21 год главным врачом, таких капитальных ремонтов у нас не проводилось ни разу. И, конечно, уже все коммуникации, которые были 80-х годов, 70-х годов, они все это уже имели практически стопроцентный износ. Завершение ремонта произошло значительно раньше запланированного срока и совпало по времени с закупкой нового оборудования по программе модернизации первичного звена здравоохранения Ростовской области. Закупка оборудования вместе с ремонтом практически должны были в следующем году быть завершены. Но, учитывая, что подрядчик добросовестный, он качественно и быстро сделал ремонт, Минздрав вместе с администрацией и руководством здравоохранения района закупил оборудование, появились деньги, которые мы перераспределили, сдвинули влево, как говорят, и появилась возможность раньше купить оборудование, оно уже работает. Денис Исотов, Денис Проскурин, Юрий Друзякин, Дон-24, Зимовниковский и Заветинские районы.